Всем привет! Вы на канале с Аленой и сегодня с вами говорим на тему, как, собственно говоря, выйти замуж так, чтобы вам было комфортно. Напоминаю, вы на канале с клиническим психологом, биохакером и сегодня у нас тема замужества. Собственно говоря, какие критерии удачного замужества? Давайте с вами просто их назовем. Удачное замужество – это про содружество, это про взаимопонимание, это про взаимопомощь и единство. Когда вы понимаете, что вы в тандеме со своим любимым человеком, то, соответственно, вы двигаетесь в том направлении, которое вам близко. Кому-то близко действительно работать с внутренними, какими-то стрессами, проблемами, а кому-то действительно близко работать с внешними. Так вот, что хотелось сказать в этом видео, что выйти замуж успешно – это про совместное взращивание детей, это про детерминанты успеха, это может быть совместный бизнес, это может быть совместный секс по любви, именно по любви. И если действительно вы понимаете, что это все идет по любви, то, соответственно, вы от этого получаете удовольствие. Если происходят такие моменты, как неудовлетворение, как тревога, как стресс, как желание забыться, то это про то, что называется «я не хочу, я не могу, у меня не получается и мне нужно что-то другое». И тогда действительно вам нужно смотреть совершенно в другом направлении. Не про какое состояние убежденности вы не можете говорить. Что хотелось вам сказать. Если вы хотите действительно хорошо себя чувствовать в своем содружестве, то вам важно будет отметить вот какие вещи. Первое – это человек, который будет с вами достаточно долго и будет уповать на вас, и будет с вами в одной упряжке. Будь то работа, будь то что угодно. Как же найти такого человека? Показывать ту или того, какой вы есть и как вам, собственно говоря, кайфово, удобно в этой жизни. И на вас придет тот, кто действительно захочет быть с вами. Но давайте не будем совершенно наивными. И если женщина ищет человека только для закрытия каких-то внутренних потребностей, то, соответственно, этот брак не принесет никакого длительного результата. А если немножко по-другому посмотреть на это состояние и изменить его, то действительно можно совершенно в другом направлении изменить свое жизненное состояние.